В Беларуси реформировали порядок налогообложения индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Такие меры приняты в том числе и для того, чтобы минимизировать использование схем ухода от налогов. Но недобросовестные платильщики были и есть. Они используют разные схемы, чтобы как-то сделать так, чтобы не платить в казну государства, выявить и пресечь незаконную деятельность задачи контролирующих органов. Одной из схем уклонения от уплаты налогов является схема дробления бизнеса. Вот конкретный пример. Индивидуальный предприниматель осуществлял оптовую и в специализированных магазинах розничную торговлю электроинструментами и электрическими бытовыми приборами, а еще сдавал в наем недвижимое имущество, платил подоходный налог с уплатой налога на добавленную стоимость, а также являлся импортером реализуемого товара в Беларуси. В ходе проверки данного индивидуального предпринимателя, названного ИП номер один, установлено, что с целью снижения налоговой нагрузки индивидуальный предприниматель намеренно инициировал регистрацию в качестве индивидуальных предпринимателей еще двух близких родственников, которые являлись также плательщиком подоходного налога, но без уплаты налога на добавленную стоимость, и осуществляли аналогичные виды деятельности. Для проверяющих схема стала ясна. Вот что сделал незадачливый бизнесмен. В данном случае индивидуальный предприниматель оптимизировал свои доходы, разделив их между тремя взаимозависимыми субъектами хозяйствования. То есть фактически же предпринимательскую деятельность осуществлял предприниматель номер один. Вероятно, индивидуальный предприниматель не принял во внимание закон жизни. Тайная всегда становится явным, а потому и пострадал. По результатам данной проверки доходы взаимозависимых субъектов хозяйствования, это индивидуальных предпринимателей 2 и 3, они были включены в доходы индивидуального предпринимателя первого, что повлекло увеличению размера выручку первого индивидуального предпринимателя. И в соответствии с нормами налогового кодекса Республики Беларусь, корректировку налоговой базы по налогу на добавленную стоимость и по подоходному налогу с индивидуальных предпринимателей. Корректировка такова. Индивидуальному предпринимателю предъявлено к уплате налогов свыше 350 тысяч рублей. Так что совет для всех один. Заплати налог и спи спокойно.